Локти, голова, колени, стопа. Когда человек работает руками, здесь его зона атаки живой. Под печку, поджелудочная. Хороший удар, хороший удар, шлипки. Во-первых, считаю нашу профессию достаточно экстремальной, и мы должны уметь защищать себя, и, наконец, удалось увидеть, как это сделать на практике. Я думаю, что подобные мастер-классы должны быть на форумах журналистики в Сочи. Я на форуме третий год. Сочи встречает каждый год солнце теплой обстановкой. Насчет лекций. Хочу отметить Инфорум Юлия Загитовой о продвижении Инстаграма. По медиапространству входило очень интересно, поучительно. Мы участвуем всеми нашими редакциями. У нас не только журнал, но еще и газетовый. Мы неделя Огнинска, неделя Боровского района. И надо сказать, что для нас форум – это, в первую очередь, оценка нашей профессиональной деятельности. Разбор наших творческих полет с точки зрения профессионалов. И два года мы были номинантами этого форума. И журнал «Огнинска» брал призовые места и все наши газеты. Во вторую очередь, это, конечно же, знание, которое мы здесь получаем. Это что-то новое, до чего мы еще не знаем. В частности, то, что коснулось всех в этом году – тема пандемии. Как выжить в этих экстремальных и сложных условиях. И здесь, надо сказать, мы находим атлеты. Третий год приезжаем. Ежегодно приезжаем всегда за новым опытом. Нет какой-то помнезанности. Ну, как бы, все с пониманием к этому относятся. Есть даже, наверное, в этом какой-то, может быть, плюс. Как-то более спокойно все степенно проходит. Я все-таки представляю журналистов. Мои журналисты, мои родители. Но все-таки я постоянно везде выступаю. То есть, конечно, в никаком взаимодействительном доме я не работаю. Это противоречит российскому законодательству. Но очень хотел бы, да. Я, опять же, посетила лекции, которые были в зале под люстрой, про защитную длительность региональных отделений. Еще хотела посетить про решение проблемы смысл Союзного государства. Очень приятно, что этот форум проходит. И мы знаем, что вот где-то пандемия где-то далеко от нас. То есть, а тут мы все общаемся вживую. Потому что немножко мы подустали от онлайна, честно говоря. Все-таки живое общение ничто не заменит. И то, что нам Союз журналистов организовал, это профессиональное живое общение. Вот в этих условиях за это, конечно, огромное спасибо. Потому что это приносит на самом деле большую пользу. И сейчас, я думаю, что профессиональное сообщество, оно как никогда нуждается друг в друге. То есть, вот как никогда. Потому что вот этот обмен опытом, он сейчас крайне актуален. Мы не знаем, какие вызовы мы увидим завтра. То есть, мы понимаем, что вот уже надо к чему-то идти. И идти по-другому. Вот. И спасибо Союзу журналисту. Я очень рада, что мы вновь можем всей страной собраться на нашем любимом форуме в Сочи. В этом году это особенно здорово. Я думаю, это первое такое большое мероприятие. Поэтому большое спасибо вашей команде. И мы надеемся, что вот буквально уже завтра мы окажемся в числе победителей. Но на самом деле на форуме вся Россия это не самое главное. Самое приятное, это, конечно, обмен опытом с коллегами. Крутые спикеры. Мы уезжаем просто с наполненной головой. Не только с красивым загаром. Поэтому за всё вам просто огромное спасибо. И, конечно же, мы всегда рады видеть вас в гостепривной Башкирии.